Думы Государственной Новоселье – это праздник для любой семьи, а сегодня праздник у сотен и сотен медвенских семей. Вот Николай Иванович говорил, что таких школ, наверное, немного и в Москве, я подтверждаю, немного таких школ и в столице нашей Родины. Вот здесь мы видим наглядно, как работает президентская программа модернизации образования. Школа в Медвенке, конечно же, была и до сегодняшнего дня, и учебный процесс в ней был налажен неплохо. Только вот старое здание стало очень тесным для большого количества учащихся. Ну, у нас маленькое помещение было. Там было хорошо, уютно тоже, но маленькое, мало места было детям нашим. Я думаю, эта школа будет и больше, тут и у нас столовая в этой школе будет, и актовый зал сразу здесь, и мест больше. Новое строение, возведенное всего за год с небольшим, заметно выделяется среди местных пейзажей, но главное здесь не форма, а содержание. В просторных классах самое современное оборудование, которое позволяет не только изучать стандартный набор предметов, но и научить школьников ведению домашнего хозяйства. В одном из классов современные швейные машинки. У нас появились 12 швейных машин, которые имеют более 15 различных операций. В другом кухонное оборудование, а дальше настоящая мастерская с различными станками и инструментами. Здесь гости с интересом осмотрели поделки, сделанные школьниками. Сосна для таких целей. Липа, да? Правильно. Потому что она мягкая в обработке. Впрочем, современные мальчишки умеют делать и роботов, работу которых охотно продемонстрировали гостям. Современные школы, они все должны быть оснащены по-современному, а иначе тогда какой смысл тратить огромные средства на их строительство. Поэтому я сказал, что здесь почти 550 миллионов рублей затрачено на строительство этой школы. И они реализованы все, как говорят, до копеечки с пользой для дела. Кстати, в школе созданы все условия и для того, чтобы забота о здоровье нации не осталась лишь громкой декларации. Прекрасный спортзал не оставил равнодушными даже народных избранников, которые здесь же испытали в деле его оборудование. А уж столовая и вовсе вызвала восторг высоких гостей. У меня в сельской школе не было пирожков. Детство было отделенное. Ничего обедом не было. Что с собой приносили? После окончания каникул в классах начнут занятия около 550 учеников. Впрочем, здание спроектировано, так сказать, с запасом. Уже сейчас родители из ближайших сел изъявили желание перевезти сюда своих детей. Впрочем, здание спроектировано, так сказать, с запасом.